Владимир Матвеев, Белта. В настоящее время США продолжают выгрузку своей военной техники в рамках операции «Атлантическая решимость». И затем планируется, что эти вертолеты, техника будут переброшены в том числе в страны Восточной Европы. Как вы считаете, можно ли здесь полностью исключить возможность каких-либо провокаций? Ведь мы знаем, что НАТО любит летать и так присматриваться к тому, что происходит у чужих границ. Я это увидел еще раньше. Я увидел раньше, поэтому и попросил, давайте, это же демонстрационные полеты. Они должны понимать, что никакие вертолеты и самолеты, если они пойдут на обострение, их не способны. Более того, мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем и белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово. Поэтому пусть привозят, пусть думают. Я их предупредил. Не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси. Цели у нас определены. Центры принятия решений, мы их знаем. Я не угрожаю никому. Поэтому вы не беспокойтесь. Мы видим, они смотрят за нами, а мы смотрим за ними. Должен честно сказать, что на настоящий момент все-таки не все же безумцы в Польше. Если там Дуда подвинулись мозгами, то военные же не дураки. Они же понимают, какой может быть ответ. Они не нагнетают обстановку на границе. Ну, построили эту стену. Сейчас увидели, что защиты от мигрантов, стена никакой защиты не дает. Для того, чтобы мигранту преодолеть стену, три минуты. Три минуты. Зачем деньги вложили? Правильно вы когда-то говорили, пилили, что-то в карман складывали и за какие-то деньги строили стену. Пустая затея. Но военные прекрасно понимают, обострять отношения с Беларусью нельзя. Потому что это обострение отношений с Беларусью и Россией, союзным государством, с ядерным оружием. Вот если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси, ответ будет мгновенный. Продолжение следует...